Возвращаемся в Москву. Столичный метрополитен почитал количество забытых вещей за последние полгода. Почти полторы тысячи новых предметов, найденных в вестибюлях, на платформах или в вагонах. Теперь все это хранится на складе забытых вещей. Базируется это хранилище на станции Котельники. Все найденные вещи проходят тщательный досмотр. О том, где стоит искать ваш забытый зонтик, например, об этом Алина Гелева. 4 350 забытых вещей. Ровно столько сейчас хранится на складе метрополитена. Ежедневно мы с вами в вагоне московской подземки забываем от 5 до 15 предметов. Но забыл, не значит потерял. Ежемесячно мы возвращаем примерно 30%, так как именно столько пассажиров обращаются к нам на склад. Поэтому мы призываем пассажиров чаще обращаться на склад забытых вещей, для того, чтобы получить свою вещь какой-то обратно. Забывают различные электронные гаджеты, телефоны, смартфоны, планшеты. Небольшое помещение по размерам, чуть больше двухкомнатной квартиры, где-то 40 квадратных метров. Казалось бы, для склада это помещение небольшое, но для того, чтобы хранить вещи, забытые в метро, вполне достаточно. Самое популярное это зонтики, перчатки, шапки и другие мелкие личные вещи. Ну и, конечно же, детские игрушки. Несмотря на то, что здесь женских вещей гораздо больше, чем мужских, по статистике именно мужчины являются забывчивее. У каждой находки есть свой номер и подробное описание. Хранятся на этих полках вещи ровно полгода. Правда, многие из них на стеллаже не помещаются. К примеру, есть такой разноцветный велосипед. Или вот еще одна интересная находка. В метро забыли вот такого мамонта. Ежедневно в московский метрополитен спускается порядка 8 миллионов человек. Но, несмотря на это, звонков поступает не так уж и много. Порядка 50 в день. Вы тоже звоните, не стесняйтесь. Если вы забыли любимую панамку или рюкзак, это не означает, что вы больше не увидите свои вещи. Правда, эта схема не действует с документами и продуктовой корзиной. Ваш паспорт или водительское удостоверение сразу придадут в полицию, но продукты, понятное дело, никто хранить не будет. Алина Гилёва и Евгений Дитовец. Лайф.